Доброе утро, дорогие братья и сестры! Продолжаем с вами 2 Петра, 1 глава. Сегодня у нас с вами будет, пожалуй, один стих. Каратенечко порассуждаем. Стих 3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Ну, здесь, естественно, предложение идет до 7 стиха, но мы не будем спешить. Слишком много здесь всего хорошего можно взять отсюда. Вот, то есть, логика какая? «Так как от божественной силы Его даровано нам все потребное и так далее, и так далее, и так далее». Вот, то в 5 стихе «Прилагай к всему все старания, покажите». Ну, то есть, вот это вот обычное «Если то», да? То есть, так как вам даровано многое, то сделайте вот это и вот это. Вот, а теперь, ну, и как бы логика предложения вот этого. Здесь, 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 здесь. Давайте прочитаем 3 стих, ну, в смысле, порассуждаем о 3 стихе. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью». Смотрите, дальше будет написано, что мы сделали причастниками божеского естества, но эта мысль уже мелькает вот здесь, в 3 стихе, «так как от божественной силы». Ну, то есть, мы присоединяемся ко Христу и становимся, да, и Господь дает нам немножечко Его силы, частичку Его силы. Почему частичку? Ну, я думаю, что, я уверен, что он дает нам ровно столько, сколько мы можем вместить. Опять, это из тех вот, из тех, из тех же самых рассуждений, что это как о деньгах, да, то есть, некоторые люди думают, зачем там учиться распоряжаться деньгами, давай мне больше, я все нормально будет, зуб даю, все будет, все будет очень хорошо. Вот, что там учиться, да, ты мне просто дай много, и все, и все будет круто. Но так не работает. Здесь божественная сила то же самое. Господь дает столько, сколько мы можем вместить, и ровно столько, сколько нам нужно для того, чтобы прославить Его в текущих обстоятельствах. То есть, нужно чему-то научиться, Господь дает ровно столько, чтобы мы научились. То есть, нужно чему-то научиться, нужно через что-то пройти, Господь дает столько, чтобы пройти. Вот, нет такого, что Бог вот дает нам силы, и мы начинаем там горы не спровергать, да, обидчиков наших всяких к стенке припечатывать, ну, условно говоря, ну, глупостями всякими заниматься. То есть, для того, чтобы пользоваться силой, распоряжаться силой правильно, ну, все-таки должно быть сердце на месте правильное, мозги правильные, ну, вот. Вот, интересно, что здесь написано, да, божественная сила, то есть, Писание говорит, нам немножечко приоткрывает завесу, что это за божественная сила. Ну, собственно, какая, та сила, которая описана вот в Писании, та же сила, которая сотворила этот мир, сила, которая установила пределы морю, та же сила, которая, как написано, держит вселенную, это Господь наш, словом, уст своих держит вселенную, чтобы она не поколебалась. Той же самой силой, как написано, Господь действует в нас той же самой силой, которую воскресил, например, Христа из мертвых. И опять я обращусь вот к этому же стиху, филиппийцам, 3 глава, 10 стих, там Павел пишет, что он хочет познавать эту силу, познать силу его, познать его и силу воскресения его, вот его цель. Это 3,10, филиппийцам 3,10, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его. То есть, смотрите, цель Павла познать силу воскресения его, то есть, познать вот эту силу. И здесь написано, что через познание призвавшего нас славой и благостью, то есть, мы получаем все потребное, даже не получаем, а нам уже даровано, нам все потребное для жизни и благочестия, через познавшего нас славой и благостью. Смотрите, опять, все потребное для жизни приходит через познание Господа. И здесь, конечно же, для нас, я думаю, для нас людей, я думаю, должно звучать, ну, эти слова должны звучать как обличение, потому что для того, чтобы получить все потребное, ну, я уж не говорю про физические вещи, конечно же. То есть, чтобы получить потребное для тела, мы идем в магазин, ну, а до этого, до магазина идем на работу, ну, схема простая. Но, чтобы получить все потребное для души и духа, люди обращаются вообще в кучу разных мест, покупают книжки там какие-то непонятные, слушают каких-то гуру, которые вообще непонятно кто. Ну, и даже если и понятно кто, это просто люди. Нет, интересно иногда послушать, понятное дело, хорошего человека, умного человека, его рассуждения. Ну, я в целом говорю, что люди часто познают что угодно, там, кроме того, чтобы познавать Господа. Но вообще-то в этом ключ, в этом ключ написано, что через познание призвавшего мы получаем все потребное для жизни и благочестия. И, конечно же, конечно же, здесь вот ошибочно думать, что, ну, ошибочно применять вот этот вот стих к физическим вещам. Потому что, как написано, что, ну, наша плоть ненасытима, глаза наши ненасытимы. И если говорить о том, что, ну, вот, Бог нам дал все необходимое для жизни. Вот, то есть, ну, что значит все необходимое, да, где пределы вот этого необходимого. То есть, например, я сейчас вот могу сказать, у меня нет всего, что необходимо. Нет, с одной стороны, если брать вот этот вот стих Павла, что имея пропитание и одежду, будем довольны тем, ну, окей, да, если с этой точки зрения смотреть, конечно, у меня есть и более того, кроме пропитания и одежды, у меня еще есть много чего. И телефон есть, и гитара есть, и две одежды есть, и три одежды есть, три переменные одежды, да, и башмаки есть не одни, а несколько, и зимние, и летние, там, ну, как бы, если так смотреть, то мы все вообще сверх, имеем сверх того, что нужно. Если смотреть на потребности, то у меня, вот на данный момент, нет всего, что мне нужно, например. То есть, есть вещи, ну, из области капризов, ну, да, я бы хотел, было бы неплохо, ну, ладно, жить можно. Но есть вещи, которые объективно необходимы, но их, ну, по каким-то причинам нет сейчас. Ну, понятно, это я не ропщу, не высказываю недовольство, ну, и объективно их просто нет. Тут как бы, то есть, получается, что если мы применяем этот стих для физических вещей, то получается, либо мы притягиваем, ну, занимаемся самообманом, то есть, да нет, нет, Бог дал мне все потребное, ну, вообще нет. То есть, есть нужды объективно. С другой стороны, если мы будем применять этот стих и думать, что Бог, ну, если не дал сейчас, то вот-вот-вот даст, ну, вот, то опять где предел, да, то есть, где предел? Если предел устанавливать в том, что мы имеем, ну, повторюсь, это притягивание за уши реальности к духовным вещам, то есть, самообман какой-то. Если говорить о том, что у меня чего-то нет, но мне Бог вот-вот-вот даст, то есть, вот опять, чего желать, да, то есть, я могу нажелать такого, что там, в общем, много всего нажелать, и тоже буду думать, что мне это нужно. Поэтому, ну, это ошибка, я думаю, что, ну, не фатальное, понятное дело, но мы просто идем не по тому пути и начинаем, ну, причинно-следственная связь рушится, логика рушится, вот, здравость уходит, а приходят какие-то вот, ну, повторюсь, либо самообман, либо самообольщение какое-то. Поэтому, не только поэтому, но здесь вот очевидно, да, что потребное появляется через познание, то есть, все потребное для жизни и благочестия появляется через познание, а познание – это процесс духовный, познание Господа – это процесс духовный, и не нужно думать, что чем ближе мы к Господу, тем больше у нас вещей, вот, тем больше у нас материального. Эти вещи не совсем связаны, здесь нет прямой зависимости. Конечно же, Господь заботится о нас, да, и аминь, но нет такого, что вот я Библию читаю два часа, но у меня зарплата, ну, ой, не два часа, там, допустим, полчаса в день, у меня зарплата, там, такой-то уровень. Если читаю час в день, хо, бах, мне зарплату повысили, читаю два часа в день, мне еще повысили, там, процентов на 20. Во! То есть, такой зависимости нет абсолютно, и глупо думать, что она есть, и обманывать себя и других не нужно. Ну, вот, поэтому познание – это процесс духовный. Но, с другой стороны, обратите внимание, что это самое важное в жизни, потому что материальными вещами человек не насыщается, ну, я имею в виду душа человека. Материальные вещи работают только здесь и сейчас, ну, вот, для нашего тела. Ну, эмоции какие-то могут еще подарить. То есть, классное вообще блюдо, чудесное, там, впечатление от чего-нибудь, там, и так далее. Это все эмоциональные вещи, и они мимолетные. И блюда тоже, ну, я поел, попробовал, да, круто, классно, вообще обалденно, лучшее, что я пробовал. Ну, так я через два часа опять буду голодный, понимаете? Вот, но все потребное для жизни благочестия приходит нам через познание нашего Господа. И это вот самое основательное насыщение, которое только может быть, насыщение нашего духа, нашей души. И вот как раз то, от чего зависит полнота, ну, ощущение полноты нашей жизни, мира, ну, много всего, что исходит от Господа, понимаете? И не нужно это разменивать, променивать на какие-то вещи. То есть, важно, чтобы у нас наш разум, наше сердце было настроено на это познание. Через Писание, чтение Писания, через, ну, когда мы проходим наши обстоятельства, размышляя о Господе. То есть, что Господь совершает в данный момент, что, ну, это занимает время, естественно, это требует усилий, да, нужно сесть и подумать. Или настроить свой мозг, чтобы хотя бы мозг, я имею в виду, сердце, чтобы размышлять о Господних путях. Ну, допустим, на пути, да, вот на работу, у меня есть время, там, 20 минут я на велике гоняю. Вот на этом пути поразмышлять. В течение дня выделить, там, 15 минут, полчаса, но пусть это будет только о Господе. Вот только о Нем. Вот это вот тогда будет, вот результат будет насыщение, будет действительно плод, добрый плод. Поэтому давайте на этом пока остановимся и примем мысль о том, что важно, важно познавать Господа, самого Его, знаете, Его пути. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, познавать Тебя, научи нас насыщаться Тобой, дополняться, утолять свой душевный и духовный голод именно вот познанием Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.